Суббота, английская премьер-лига, прогноз на матч в Эсбромиче-Арсенал. Я считаю, что в данном матче пройдет ставка P2 плюс Total больше 2,5. Для начала обосную победу Арсенала. В Эсбромиче достаточно хорошо играет дома, но хорошо он играет дома с командами из нижней части турнира на таблице. Сюда приезжал Манчестер Сити, победил 4-0, Манчестер Унайтед 2-0. Эртон также победил в гостях в Эсбромиче. То есть, по сути, с командами из лидирующей группы Эсбромиче играет очень плохо. Единственный ничейный результат с Тоттенхэмом 1-1, но он произошел достаточно давно. Если рассматривать последние игры в Эсбромиче, то в предыдущем туре они в гостях уступили Эвертону, а в позапрошлом туре у себя проиграли Crystal Palace 0-2. Что касается Арсенала, то Арсенал в гостях не очень удачно играет с командами из лидирующей группы, но в то же самое время с командами, которые не входят в топ-6, Арсенал играет очень удачно как дома-то в гостях. В последнее время команда Венгера постепенно начинает набирать обороты. Уверенная победная игра в кубке, да, пусть соперникам из низшего дивизиона, но так или иначе эта победа придала команде уверенности. Вся команда играет за Венгера, не хотят, чтобы он уходил, покидал команду. И Арсеналу просто необходимо набирать очки матча с такими командами, потому что под вопросом стоит попадание в липы чемпионов на следующий сезон. Что касается ставки Total больше 2,5, Арсенал в гостевых играх достаточно верховая команда. В 13 гостевых играх Total больше 2,5 прошел 10 случаев. Арсенал и забивает много в гостях, и пропускает тоже достаточно много. К слову, я здесь также хотел взять ставку Арсенал Победа плюс Оби забьют за коэффициент 3,26. И в принципе эта ставка имеет место быть, потому что Оби забьют в гостевых матчах Арсенала. Также прошел в 10 матчах, Арсеналу не смогли забить только Суонси и в начале чемпионата Лестер, который сплавлял Раниери, и Бёрли, который в принципе забивает не так часто. Но здесь я все-таки решил этого не делать, потому что, во-первых, Весброунич в последних играх не может забить, и с командами из лидирующей группы все-таки он играет не так удачно. Я напоминаю, Ман-Сити проиграли 0,4, то есть не смогли забить, Ман-Юнайтед 0,2. Да, забили Тодденхэму и Эвертону, но тем не менее я все-таки решил ограничиться П2 плюс Тотл больше 2,5 за тоже хорошие коэффициенты, за 2,60. На моем канале вы сможете найти больше прогнозов на субботние и воскресные матчи. На этом у меня все, до скорых встреч. Напоминаю то, что в своих прогнозах я все больше выражаю свое собственное мнение, а не призываю вас на что-либо ставить. Поэтому в идеале вы должны сформировать свое собственное мнение. Футбол, он тем привлекательен, что порой в нем происходят неожиданные события. Поэтому иногда даже самый разумный прогноз не всегда может зайти. Но на дистанции я в плюсе, чего желаю вам. Ставьте с умом. Успехов вам!